Да, да, Горбовский. Давненько не виделись? Как бы да. Ну что, у нас ведь оружие-то, по-моему, да? Более того... Может, что-то оружие какое-то обсудим, вооружение? Что-то хотите обсудить? Ну да. А что вы хотите обсудить? Ну, можно вот танки западные обсудить, на которые молились как-то на панацею какую-то. Можно обсудить джавелины, которые тоже как-то практически себя не проявили в этом конфликте. Ну а почему же? Откуда у вас такие данные? Ну, исходя из доступных, вот, скажем так, материалов, общедоступных. То есть много видео поражения танков разными способами, разными средствами. Вот джавелины очень редко встречаются. Я тут не согласен с вами. БПЛА не хотите обсудить? Давайте БПЛА обсудим. Тоже интересно. Да, что вы хотели спросить, скажем так, спросить или сказать по БПЛА? Ну, могу, как сказать, похвастаться. Самый эффективный БПЛА в этом конфликте – это ланцет. Я думаю... По мнению вашего телевизора. Что? По мнению вашего телевизора. Нет, это из анализа доступных, опять же, видеоматериалов. Ага. Количество уничтоженной техники вот именно этим боеприпасом. Да ну. Да, есть красочные поражения комплексов ПВО различных. То есть это всегда зрелищно, да, когда ракеты ПВО взрываются на установке. Там же твердое топливо, оно красиво, как салют, разлетается. Вот. Я же говорю, по вашему, по вашим СМИ, по вашей пропаганде. Ну, я, нет, причем с СМИ, я в Телеграм-каналах смотрю. Точно, точно, точно. И наши телеграм-каналы, разумеется, посматривают. Примерно пытаюсь это, вот, общую картину понять. Применение различных средств. Гербовский ни о чем. Смотря ваших пропагандистов на ваших телеграм-каналах, можно обосновывать все, что угодно. Ну, вот если вы видите видео, как прилетает в С-300. Да. И таких видео несколько. И таких видео несколько. Ага. Ну, как бы, а есть... Да, а есть видео, что Земля плоская. И что? Нет такого видео. Нет такого видео, есть такие видео. Где в прямом эфире показывают эксперименты, и вот так же, как вы, рассказывают, что Земля плоская. Это есть мнение недалеких людей. Недалеких людей. Так я же говорю, что недалеким людям вы можете втирать все, что угодно, исходя из того, что вы посмотрели на телеграм-канале. Ну, что-то как-то скучно получается. Как, да, да, да. Вы ставите под сомнение вот эти вот видео уничтожения техники планцетами, которых множество. Вы считаете, что это какие-то вот смонтированные ролики? Послушайте, у нас нет аналитики, которая бы действительно... Смотрите, я сейчас солдат вооруженных сил Украины. Ну, бывает. Бывает. Я подписал контракт с замечательным подразделением. Рота БПЛО. Ну, чтобы вы понимали. Если у вас там сейчас стоит программа, то она будет показывать вам, что я в Польше. Не показывает. Не показывает. Я объясню, почему. Украинский IT показывает. Что-что? Украинский IT показывает. А, понятно. Ну, значит, хорошо все сделано. Старлинг зарегистрированный в Польше, который наши волонтеры помогли, вот чтобы, так сказать, был еще один Старлинг у нашего подразделения. Вот. Обратите внимание, что подобной системы связи в российской армии нет спутниковой системы связи столь же эффективной, столь же массовой. Нет в российской армии. Я полностью согласен. Явное отставание в этом вопросе. Да. Кроме того, обратите внимание, то, что российская... Ну, вы же не будете отрицать, что Герань это шахет. Ну, как сказать. Или будете говорить, что это российский БПЛА? Ну, я думаю, конечную сборку производят на территории России. Но в этом вся российская сна... Его заканчиваются. Покраску вы, очевидно, имеете в виду? Нет, я думаю, сборку. Скорее всего, там все-таки модульная конструкция. Транспортируют их, скорее всего, в разобранном виде. Ну, тут ни у вас, ни у меня данных нет, поэтому... Да, конечно. Да. Покрасить, сделать надпись, что это Герань. Да. Я думаю, что вполне возможно, систему наведения меняют на наш. Вот это тоже возможный вариант. Угу. А почему нет БПЛА своего такого класса? Думаю, что нет. Понимаете, ГЛОНАСС, вот военных кодов ГЛОНАСС у Ирана точно нет. Угу. А в данном случае, для точности, я думаю, что используются именно военные частоты ГЛОНАССа. Ну, это вы так думаете, или есть какая-то фактология? Разумеется, никто этого не скажет. Ну, это да. Я только думать могу на эту тему. Это да. Действительно, так сказать, я могу только признать, что ЛАНЦЭТ – это неприятная штука. Ну, да, потому что, ну, как бы, больше ничего нет своего. Реально. Ну, практически. И поэтому практически больше своего же ничего нет. Ну, поэтому действительно, да, ЛАНЦЭТ, он как бы в гордом одиночестве. Причем сначала, обратите внимание, ведь был изменен дизайн ЛАНЦЭТа. Сначала он был более оригинальный. Да. А потом все-таки его приблизили, в частности, к израильским аналогам по аэродинамике, по исполнению. Ну, это, это уже, как сказать, наговариваете. Не наговариваю, констатирую факт. Это факт у Горбовского. Вы упомянули аэродинамику. При схожих задачах, схожие решения. Ну, сначала попытались сделать оригинальную конструкцию, а потом пришли к мировому опыту. Ну, я как бы просто констатирую факт. Никакого мирового опыта нет, кроме Израиля и России, вот этих икс-образных беспилотников нет. А, кстати, Switchblade видел, американский, вот, ну, сбитый, разумеется. Обломки дали мне в руках подержать. Switchblade, ведь, кстати, тоже на них такую надежду возлагали. Похоже, эффективность их оказалась невысока. Невысока. Игры и применения, вот, ну, даже с фланцеттом не сравнить. С фланцеттом не сравнить. Ну, да, если просматривать, да, ваши телеграм-каналы, то, возможно, да, я не буду спорить. Просто Switchblade, по-моему, количество их очень небольшое. Обратите внимание, что гораздо больше, чем видео с ланцетами, гораздо больше работа FPV-дронов коптерного типа с боеприпасами. Вот в нашем подразделении было ЧП. Рассказываю, так сказать, то, что, чему свидетелем я был. Между вашими точками, между опорными пунктами в полосе несколько километров проехала буханка. Это было ЧП для нашего подразделения. Как это так? В зоне ответственности роты БПЛА. Почему это транспортное средство, гражданское, ну, такое, военно-гражданское, не бронированное, не было тут же, то есть попало на камеры дрона-разведчика, но не было уничтожено FPV-дронов. FPV-дроны коптерного типа, если судить по количеству видео, на порядок эффективнее, чем ланцет. нет, не соглашусь абсолютно. FPV-дроны, они в совершенно другой нише. Нет, ни с артиллерией бороться FPV-дронами вы не сможете, ни с ПВО вражеской вы не сможете этими дронами бороться. Они в совершенно другой нише работают. ближний радиус, скажем так. Ближний радиус, но этих же видео гораздо больше, чем ланцетов. Безусловно. И с нашей стороны в последнее время их очень много. То есть FPV-дроны пошли тысячами. Тысячами. На обе стороны конфликта. Но, опять же, мне кажется, большинство из них втыкаются в землю. Все-таки эффективность-то их не очень высока. Промахи очень часто. Ну, это должен быть вот такой оператор, как в нашем подразделении. Целая плеяда операторов. Да, да, да. И должен быть такой специалист по радиоэлектронике и в частности по платам инициаций по боеприпасам, как я. И все в порядке. Наши подразделения. Я же говорю, вот вы говорите, что втыкаются в землю, а я вам говорю, что у нас проехала буханка российская между вашими опорными пунктами. Для нас это ЧП. Где же они втыкаются в землю? Я, безусловно, поверю вам на слово. На моем канале есть... А вы, безусловно, покажете прям сотни видео, как ваши дроны попадают в цель, да? Ну, естественно, таких видео гораздо больше, чем вам цитов. Если вы покажете десяток видео реальных попаданий при сотне дронов использованных. Ну, как, собственно говоря, это и на нашей стороне. Ну, тогда же это надо показывать обломки дронов. Также он уничтожается, дрон Камикадзе. Вот пусть ваши покажут 90, так сказать, на 100 вылетов. Ну, это тоже, это опять же такие. Это, знаете, телевизор, видео против видео. Есть видео, что земля плоская. Ну, как-то так. Ну, есть видео, что земля плоская, очень убедительная. Я прекрасно знаю, что большинство FPV-дронов промахиваются как с вашей, так и с нашей стороны. Это, это конструктивный недостаток этого дрона. Он при этом дешевый очень, разумеется, это все окупает. То есть, даже при том, что он промахивается, каждый второй из них, если еще не больше, все равно их дешевизна окупает их применение. Они себя окупают. Если это какой-то начинающий или подразделение не имеет опыта использования, пытается их использовать, возможно, да. Но если хотя бы есть опыт применения, начальный опыт, если люди, если операторы FPV-дронов прошли подготовку, это бред севой кобылы, что большинство дронов не попадают в цель. Смотрите, оружие... Ну, это вы меня убеждаете в этом или себя? Супер-купер-оператор, оно уже, как бы, концепция-то неудачная, если для этого требуется какой-то прям супер-купер-оператор. Оружие должно быть дешевым, массовым, и чтобы любой человек средних, скажем так, умственных способностей мог его эффективно применить. Тогда это оружие. А все остальное это, как сказать, игрушки индивидуального применения. Игрушки, которые массово применяются и не нужны для этого какие-то там покрышкиные кожедубы и прочие хардманы. По вашим словам, у вас там какие-то сплошные покрышкиные кожедубы. Ну, наверное, у вас другие герои, у вас там рудели сплошные и как там... Просто если... Как там его... Если есть опыт, у нас очень опытные есть летчики в Пиве Дронах. На моем канале показано, как прекрасно залетают, поражают даже достаточно сложные цели, как, например, противопТРК, противотанковые ракетные комплексы. Есть, есть такие видео. С вашей стороны есть, и с нашей стороны такие видео есть. Ну, короче говоря, тут можно размазывать по стекловате очень долго этот пластилин. Что еще, Горбовский, умно и интересно? Вот по теме БПЛА закончим. Ланцет реально уничтожает очень дорогостоящую технику. Это и Ирис Т пораженный, это и несколько С-300, это и танки уже леопарды вторые, 2А6, кстати, говорят. А, кстати, вот вопрос. Не думайте по странным, что в первых рядах горели именно 2А6. Это же самая дорогая модификация, и их меньше всего УХАИ не дали. Я думал, что 2-4 пустят вперед. Ну, тут очень, да, тут, знаете, а почему нет ни одного захваченного, как вы думаете, леопарда? Нет, точно нет ни одного. А есть хотя бы один захваченный, который можно было утянуть на российские позиции? По-моему, утянули какой-то. Утянули, и есть подтверждение этого? Нет, подтверждение я не видел этому, но то, что планировали... А, планировали, ну, я понял, но ни одного утянутого танка так и нет. Ну, нет, значит, нет. То есть, поле боя или осталось под контролем украинских военных, либо, так сказать, было захвачено... Есть видео, где наши военные ходят по полю вот между этими разбитыми леопардами. так что осталось это поле боя. И они взяли на руки этот самый... Нет, дело все в том, что это разведгруппа, которая зашла и ушла. А, разведгруппа была, да? Ну, я просто констатирую факт. посмотрите, ведь это же какое... Как можно... Ну, это же война же не только оружие, это война в информационном пространстве. И разумеется... То есть, это тупость, ну, представьте себе, что вот эвакуированный с поля боя леопард, ну, пусть даже 2А6, не 2А7, плюс-плюс, там, и так далее. 2А7 вам не дали. Не дали, ну, я же говорю, даже, даже не... просто 2А6 леопард и показать его, что вот, смотрите, мы утащили с поля боя леопард, там, с приборами, с БК, то есть, такого нету. Такого нет. Ну, вот-вот, пока нет. Пока нет. Пока нет. Отметим. Я думаю, куча металлолома, который, ну, не будет украинская сторона даже эвакуировать. Нет, есть разбитые танки, которые... Да-да-да. Вот смотрите, захваченный Т-90М есть, и даже один засветился в Соединенных Штатах Америки. Как считаете? Танк, который, подождите, я договорю. Вы меня не слышите, да, совершенно? Ну, подождите, я вас выслушал, вы свою... Я вам вопрос задал, а вы делаете вид, что не слышали меня, и вопрос мой не слышите. Я задал вопрос, почему в первых рядах вот отправили гореть 2А6, самую дорогую модификацию? Наверное, потому что, наверное, потому что в атаке участвовало подразделение, которое было обеспечено 2А6. 47-я бригада вооруженных сил Украины. Тихо Украины мало. Мало. 2 А6 реально мало. Мало. Так и подбили же мало. потеряли сразу. Это же такой удар по имиджу и, собственно говоря, и Украины с той стороны, и даже по имиджу немецкой оборонки. Потому что раньше-то ведь рассказывали про супер неуничтожимые танки. Кто рассказывал? В глазах обывателя это выглядело именно так. А, в глазах обывателя. Да, да, да. Ну да, действительно, ну да, ну сколько? Там же 4 танка реально были подбиты. В одном месте 4, в другом месте 4. В другом месте 4. Одиночные. Одиночные. Одиночные, то есть эти одиночных уничтоженных. Да, 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 да. как минимум, в ланцет, как минимум, в один прилетал. Да, один ланцет и 4 взорвались на минах. И ваша пропаганда это показывает с разных ракурсов. И у вас, Горобольский, складывается мнение, что там их десятками уничтожили. Точно нет. Точно нет. Вот в большой мясорубке там было 4, да, и в отдельном месте снимали 3, уже где Брэдли, рядом с которыми Брэдли подбитых не было. То есть... Точно, точно, точно. Ракурс выбрали. Ракурс выбрали. Вы сейчас, по-моему, просто реальность отрицаете. Не, не, это вы реальность, вы свою реальность пропагандируете. То есть, грубо говоря, даже десятка леопардов подбитых нет. Около десятка вот как раз он считает. Около десятка нет. Десятка нету. Десятка нету. Это у вас слаживается впечатление из того видеоматериала, который вам показали. Обратите внимание, я же говорю, что есть захваченные Т-90. Я ответил на ваш вопрос, подразделение, которое участвовало в атаке, было укомплектовано 2,6. Ну, я просто знаю об этом как очевидец. Еще раз. Подразделение, которое участвовало в атаке, было укомплектовано леопардами Леопард 2, А6. Вот поэтому именно эти леопарды подорвались на минах. Вот. Были выведены из строя. Ни у одного леопарда башня не отлетела как у российских танков и советских танков. Обратите внимание, вы говорите мясорубка, мясорубка это там, где большое количество людей погибает. А вот там, где есть техника, подождите, а вот там, где есть башня улетела, ну, и вообще, знаете, то, что башня стоит на месте, но при этом танк сгоревший, ну, как бы, очень много экипажу не дает. Очень много, подождите, но ведь именно защита экипажа и является преимуществом натовской бронетехники. Заявляется. Заявляется технический размещение боекомплекта танка Т-90М, некоторые из которых, как минимум, несколько штук Т-90-ых захвачены, один даже засветился в Соединенных Штатах Америки, у вас даже близко нет таких достижений. Да, куча техники украинских захвачены. куча техники Леопард. Что это дает? Куча техники. только что появились на фронте. Только что появились на фронте. Да, да, да. Армата, так сказать, боитесь выставить Армату? защищенности экипажа. Вы знаете, что у Леопарда в передней части тоже боевых лакка размещается? В передней части танка. То есть, не все снаряды за вышивными панелями сзади башни, а в передней части танка боевых лакка. Вот есть фото из Сирии, где у Леопарда А, из Сирии, обратите внимание. Из Сирии, да, да, из Сирии фото. У вас нету экипажа. Ну, я понимаю, у вас фото из Сирии. На какое-то фрону пытаетесь зацепиться. Нет, я просто кацатирую факт, что ваши факты из Сирии. Ну, я же так это и сказал. Ну, да, да. Как будто вы сами это раскрыли. Да. Я просто да, 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 из Сирии у вас факты. Я так и сказал. Просто констатация факта. Западная натовская техника обеспечивает на порядок большей защиту экипажа, чем российская современная техника. Ну, нет, конечно. Как это нет? Ну, это же факт. Не, ну, вы можете отрицать эту реальность, Горловский. Толщина бортовой брони. Толщина бортовой брони. Да, Т-90М улетает башня, потому что в конце это модернизированный 72. С крайне неудачным расположением боекомплекта. Башня полетит у любого танка. У натовских танков скорее она полетит менее далеко, потому что у них в боекомплекте фугасный снаряд отсутствует, полноценный. У них там якобы универсальный осколочно-кумулятивный снаряд. Да, совершенно верно. А вот полноценного фугасного снаряда нет в принципе в боекомплекте. Возможно по этой причине у натовского танка башня полетит чуть меньше расстояния. Но в случае детонации боекомплекта башня полетит у любого танка. Вот. Точно-точно. Так вот детонация в натовских танках детонация БК происходит на порядок реже чем в российских танках в том числе современных. Ну армату мы не берем потому что вы боитесь выставить на поле боя на порядок реже просто как констатация факта. Ну не буду. Горбовский еще что-нибудь умное и интересное. Я думаю что в этом вопросе вы заблуждаетесь. Тут я с вами согласиться не могу. Ну вы можете не соглашаться. И примеры тому есть как летят башни у абранцев и у точно-точно. В этом конфликте еще башня не полетела. Ну сами говорите пока еще есть. это все. Только первые леопарды вот поучаствовали в качестве машин разминирования поработали. Ну кстати говоря после попадания ланцета вполне себе горел там да? Горел горел. А сбитых ланцетов достаточно большое количество видео? Обычным стрелковым оружием. Одно или два видео. Вот чувствуется что у вас подбор видео очень объективный. Ну если у вас больше таких видео ну вот потом в ролике в своем покажете что их там десятки или сотни да? Да-да-да-да. Я думаю что вот реально вот эти два и покажете максимум. Реально не буду монтировать ролик горбовский не буду монтировать ролик горбовский времени нет. Ланцеты тоже промахиваются нет в этом никакого секрета. Идеальной техники не бывает. Но опять же вот ланцет в этом конфликте это самое эффективное средство. Брецовые кобылы. Самую дорогую технику в глубоком тылу противника эффективно поражает. Это потому что ничего другого у вас нет. Ну почему ничего другого нет? Ну своего ничего другого нет. Нет смотрите у нас хотя бы ланцет свой. А хотя бы ланцет свой. У вас своего вообще ничего нет. Конечно абсолютно вообще ничего нет. Именно по БПЛА вы мне будете рассказывать что ничего нет. Даже сопоставимого нет. сопоставимого нету. Ничего нет. Это не ядроны но извините их вот школьники на коленке собирают. А почему да так а почему выносится нашим подразделениям передняя линия обороны ваша а у вас нет подобного. Вот по вашим словам все выносится наша передняя линия обороны по факту после месяца контрнаступления даже переднюю первую линию обороны не прошли мы еще ничего не начинали Зеленский кстати уже сказал поздно технику вот сегодня кстати говоря он интервью давал вот там наши неудачи медленное продвижение связано с тем что нам поздно поставили технику там в общем уже валит совершенно верно конечно ну ну про правду же говорит человек уже что-то начинал и у него получилось не так как он хотел а вот вы еще ничего не начинали ничего не начинали усыпляем вашу бдительность горбовский не сомневаюсь не сомневаетесь ладно времени больше нет еще что-то скажите видео с кучей битой натовской техники чтобы я вообще расслабился и успокоился я не буду монтировать это видео если я его просто выложу выложу именно в форме беседы я по ночам работаю горбовский ну конечно конечно делаем замечательную технику ваши радиоинженеры даже близко не могут два слова сказать конечно при беседе со мной ну просто как констатации факта вы знаете возможно через небольшое время я тоже смогу похвастаться техникой которые вы сами сможете похвастаться сможете заранее заранее не буду хвастаться но вот когда будет летающий экземпляр точно точно который вы сами разработали нет а нет ну не я лично а не вы лично да там уже по пятому разу собирают на какой-то супер аналогов нет летающий а показывают китайские пенопластовые летающие модели а вы еще не знаете об этом да я понял я пока никому ничего не показывал но вот вы не показывали ваши 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 военкоры собирают в пятый раз для того а показывают китайскую пенопластовую модель еще раз просто как констатация факта то что я покажу то что вы покажете да 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 закамуфлировали хорошо хорошо закамуфлировали ой да ладно вам верю 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 горбовский что вы постараетесь как будто ваши передроны не из китая вы пытаетесь на кого-то у нас там пенять что из китая везут подождите ланцеты у вас полностью оригинальные детали у нас хотя бы ланцеты полностью своя разработка что там свое есть что там есть принципиально свое они все свое все это ничего рассказывай про то что все свое это ничего у вас нет технологий для этого горбовский россия не родина технологий вы можете только копировать западные технологии в попытке что-то сделать глупость точно точно аналоговый нет который никому не нужен у вас процессор что с вот этой архитектурой у вас процессор дома с вот этой архитектурой доверю верю 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 не арм нет у вас windows оригинальный со своей архитектурой windows у вас оригинальный со своей архитектурой программисты что вы глупы что ли не понимаете о чем речь я понимаю о чем идет речь этот процессор это кошмар на улице вязов вы бы постыдились бы об этом говорить вот именно про себя это говорите реактор на быстрых нейтронов технология которая есть только какая технология нахрена оно нужно это же кошмар горбовский если вы дадите себе труд почитать что это такое вы поймете зачем это нужно и как это может человечеству дать несколько сотен лет точно точно если ваш телевизор если ваших пропагандистов считать учеными и считать физиков которые на этом зарабатывают деньги им надо отчитываться перед начальством то да я согласен с этим печально 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 помог вам реактор на быстрых нейтронах для создания герани я могу себе позволить признать какие-то неприятные для нас вещи просто похоже ваш удел это отрицать реальность горбовский ваша страна обосралась на этой войне это просто констатация факта нет наша страна продемонстрировала что она имеет собственную экономику которая не пошатнется от каких-то там санкций или чего-то наша страна показала что может противостоять собственно говоря управленческому аппарату НАТО и технике НАТО вполне себе эффективно даже несмотря на то что в чем-то мы уступаем посредством связи вот тоже Старлинг вспомним Старлинг ведь это не украинская разработка да так на минуточку это вам предоставили хозяева это вам хозяева китайцы